здравствуйте друзья здесь демитков юрий когда-то когда я учился там на первом и на втором курсе института я ехал автостопом и поймал одного грузовика и я помню вот разговор с ним с водителем навсегда запомнил он спрашивает у меня ну где ты учишься я говорю там но в мифе учусь вот он говорит она кого я ему говорю прикладная математика а чё делать будешь я говорю ну прикладная математика это вот я буду создавать математические модели реальных процессов он такой подумал и говорит математические модели еще деньги считать надо навсегда запомнил математика нужна чтобы деньги считать говорит он вот поэтому сегодня я хочу немножечко посчитать деньги смотрите но предположим что есть какие-то акции и есть цена на эти акции ну предположим что это будет а и цена на акции соответственно в рублях за штуку да руб за штуку то есть цена на акции в рублях и смотрите что будет если цена на акции вырастет например мы купили акцию за а рублей цена выросла на 6 процентов то значит соответственно когда мы ее продаем то будет а умножить на 106 теперь смотрим а если мы если в это время доллар падает ну скажем вот совсем недавно он стоил 70 рублей за доллар вот сейчас стоит 66 рублей за доллар и пусть стоимость доллара будет у а значит получается у какую прибыль мы получим прибыль мы получим следующее если мы сначала продадим доллар за 70 рублей а потом купим его за 66 рублей мы получим соответственно на каждом долларе по 4 рубля или или смотрите 66 делим на 70 равно 0 94 то есть послушайте 6 процентов то есть доллар по отношению к рублю упал на 6 процентов в начале доллар стоил у а в конце периода доллар стоил у умножить на 0 целых девяносто четыре сотых смотрите еще раз возвращаемся в начале акция стоила а рублей стала стоить а умножить на одну целую 0 6 сотых вот с долларом в начале доллар стоил у рублей за доллар в конце у умножить на 0 94 рублей за доллар то есть акция выросла на 6 процентов а доллар упал на 6 процентов а теперь смотрите а что будет если мы в начале периода продадим доллара и на вырученные деньги купим акции в начале периода то есть мы берем и берем и а поделить на у это в начале периода а в конце периода что у нас будет а умножить на 1.06 поделить на у умножить на 0.94 не так ли а теперь посчитаем какую доходность мы получили а умножить на 1.06 то есть в конце периода какой был поделить на у умножить на 0 94 минус а поделить на у равно вычисляем 1.06 делим на 0.94 равно 1.127 или 12,7 доходность смотрите один актив вырос на 6 процента другой актив упал нас на 6 процентов и суммарный эффект от того что мы использовали оба актива составил 12,7 процента вы можете это проверить то есть 1.127 до 12,7 тут даже больше процента как это можно использовать осмотрите есть такой индекс акции ртс это индекс акции которые но средние средняя стоимость какая-то вот приведенная стоимость акций на московской бирже в рублях поделить но выраженные в долларах то есть поделить на доллары стоимость акции последние две недели растет наконец-то достаточно быстро а стоимость доллара падает и на ваших глазах значит соответственно доллар стоил максимум 70,6 рублей за доллар акции тоже ну соответственно индекс мосбиржа и индекс ртс соответственно вырос но индекс ртс выражается в долларах и вот именно соответственно в соответствии с этой формулой он вырос намного быстрее чем индекс московской бирже и когда я видел что в преддверии санкции там индекс ртс падал потому что ну потому что падал потому что доллар рос а а потом когда центробанк объявил о том что повышается ставка на 0 25 процента и объявляет мораторий на закупки валюты это что означало это означало что валюта будет падать то есть доллар будет падать в цене я об этом говорил я об этом говорил в разных видео но я не просто говорил я сказал что я в это верю и я готов в это вложиться я купил индекс ртс который должен расти с двойной скоростью и результат был налицо у мой счет рост там но по 20-30 тысяч рублей в день но у меня было куплено ну во первых я купил сам индекс ртс а во вторых я купил опционы опционы колл со страйком 110 в то время когда когда индекс стоил сто пять тысяч и соответственно опцион это такая штука которая растет в разы быстрее чем просто фьючерс но о том что это такое что такое опционы я рассказываю как раз на своем курсе тренер биржа для чайника на своем тренинге причем самом самом конце потому что этим инструментом надо уметь пользоваться и фьючерс тоже непростая вещь но как вы видите знание математики помогает не просто в жизни то есть говорят а зачем мне математика вот зачем блин ребят два раза быстрее растет 20-30 тысяч в день это очень хорошая штука на депозите у меня всего там но в районе 300 тысяч было нормально меньше 300 тысяч вот как надо использовать математику но тренинг продолжается можно на него по-прежнему записаться что такое фьючерс опционы акции облигации как подключиться к брокерскому счету как все это делать но я об этом обо всем рассказываю подробно на своем тренинге ссылку на него вы сейчас видите и там снизу в описании есть к этому видео демитков юр точка ком поэтому можно еще подключиться но вот вот результат посмотрите это очень здорово понимать до встречи с вами был демитков юрий